вокруг много скальной породы и на заднем плане река или всем привет друзья мы находимся в самом начале маршрута скальные ворота где за последние несколько лет побывало много разных внедорожников и ни одного кроссовера все из-за сложности препятствий крутой подъем с диагональными вывешиваниями проезд скальных ворот подъем с поворотом и большим количеством мелких камней и финальное препятствие затяжной песчаный подъем с внушительным перепадом высоты и сегодня состоится историческое событие впервые на этом сложном маршруте будет кроссовер джили тугела и пока мы едем к первому препятствию расскажу про машину джили тугела это среднеразмерный кроссовер с купе образным кузовом автомобиль сделан на модульной платформе 7 и кстати кроссовер volvo xc40 тоже сделан на этой платформе и он отлично себя показал на фоне одноклассников в рамках зимней битвы кроссоверов все подробности по ссылке в описании или в подсказке в верхнем правом углу вернемся герою этого видео модель тугела выпускается с 2019 года и в 2022 году подверглась рестайлингу изменения были незначительными поэтому в техническом плане все осталось без изменений двухлитровый бензиновый турбодвигатель выдающий 238 сил и 350 момента коробка восьмиступенчатый автомат никаких роботов и вариаторов полный привод традиционный для этого класса машин реализуемый через многодисковую муфту которая обеспечивает передачу крутящего момента на заднюю ось при пробуксовке передних колес а для особенно тяжелых условий у тугела есть специальный внедорожный режим а еще у тугела клиренс в 204 миллиметра очень хороший результат для кроссовера и специально для этого заезда учитывая специфику локаций на машину были установлены незаводские диски с внедорожными шинами general grabber at 3 размерности 225 6018 так как штатные 20 диски с низкопрофильными шинами явно не для этих условий ранее не доводилось сталкиваться с этими шинами хотя слышал а general grabber at 3 много хороших отзывов проверим на деле насколько они хороши и если верить шинному калькулятору относительно заводских двадцатых колес с новым комплектом клиренс уменьшился на пол миллиметра что ж друзья направляемся к первому препятствию и вот такая вот каменная преграда у нас образовалась да на внедорожнике легко ее проезжаешь а вот с длинным передним свесом тугелы могут возникнуть трудности но будем максимально аккуратно так приключение начинается сложность этого участка заключается в том что по левой стороне лежит большой камень и хорошо бы объехать его справа но там тоже камни и прижимаясь к ним есть риск повредить бампер или двери по правому борту поэтому наезд на камень неизбежен и мы специально не подкладываем камни под колеса чтобы все было ровно так же как это было когда мы проезжали здесь на внедорожниках которым всегда хватает дорожного просвета для проезда этого места а вот для кроссовера камень по левой стороне оказался великоват было небольшое касание днищем ближе к левому порогу с этой камеры хорошо виден камень около переднего колеса ограничивающий смещение вправо хорошая получилась разминка спонтанное препятствие благополучно пройдено и мы едем дальше почему именно джили тугелло не буду спойлерить давайте посмотрим как он справится с первым препятствием затяжной подъем с диагональными вывешиваниями и большим количеством мелких камней учитывая сложность подъема я напомню что правда 27 без системы контроля тяги беспомощно здесь буксу так же как и nissan под finder активирую режим оффроад и начинаю движение специально еду по самой сложной траектории где наибольший перепад высоты на диагональном вывешивании оказавшись в воздухе колесо буксует и тут же блокируется системой контроля тяги теперь задача сложнее уклон стал круче и воздухе два диагонально расположенных колеса обороты две с половиной тысячи и тугелло едет вперед крепко опираясь лишь на два колеса посмотрите как высоко поднимается переднее правое колесо да и в общем на угол положения кузова однозначно впечатляет чтобы исключить обвинение в проезде ходом делаю остановку с полностью вывешенным передним левым колесом и разгруженным задним правым плавная подача газа небольшая пробуксовка в самом начале и дальше бессовестно уверенно и движение вперед ну что друзья вы сами все видели я специально остановился на одном из сложных участков когда переднее правое левое колесо было полностью воздухе и из этого положения продолжил восхождение машина уверенно едет система контроля тяги отрабатывает так будто сзади есть блокировка может быть даже и спереди тоже ну и двухлитровый бензиновый турбодвигатель обеспечивает хороший крутящий момент уже с низов ему не надо раскручиваться как атмосферному какому-нибудь 2 и 5 или 3 литра мотору впереди еще три препятствия интересно как с ними справиться джили тугелла пишите ваши прогнозы сможет ли он проехать все без посторонней помощи или же все таки потребуется техничка едем дальше дальше гораздо сложнее испытания и есть риск повредить передний бампер потому что перепад высоты очень большой скользкий скальник активирован режим off-road так как условия явно далеки от тех мест где обычно ездят такие автомобили я не просто так бью тревогу за передний бампер так подъем действительно очень крутой и искальнику не составит труда оставить следы на пластике еду предельно аккуратно следуя инструкциям направляющего после въезда на скальник поднимаюсь наверх и множество камней по правой стороне так и норовят вылететь из-под колес от чего машину может стащить вправо привозившись дверь не скалу обороты две с половиной тысячи видно как система контроля тяги пытается отрабатывать тугелло буксует всеми колесами кроме наиболее загруженного заднего правого и в итоге машину немного сносит вправо и это не очень хорошо кстати обратите внимание что заднее левое колесо оторвалось от земли условия максимально тяжелый ведь это просто кроссовер еду аккуратно исключая резкие движения но чем выше обороты тем больше крутящего момента и когда его становится достаточно чтобы прокрутить загруженные колеса машина чуть ли не выпрыгивает вперед как бы не налететь на камень в таком прыжке посмотрите на камень около заднего правого колеса штатные черные 20 диски точно не уехали бы отсюда без последствий очередная остановка чтобы перевести дыхание а когда финиша дистанции осталось совсем чуть-чуть теперь задача вывернуть влево так как справа выпирает скала плавная подача газа обороты держатся чуть ниже 2000 хотя в этот момент я уже давлю педаль газа в пол еще одна попытка но безрезультатно и вот почему решение немного откатиться назад чтобы изменить траекторию тугелло буксует раскидывает камни и при этом верно ползет к вершине и даже ограниченный ход колес на вывешиваниях не останавливает джилли от того чтобы благополучно завершить проезд этого действительно очень сложного препятствия в какой-то момент я думал что мы уже никуда не поедем когда автомобиль стоял и ансар говорит мне все ты сидишь на днище машина не едет но буквально чуть-чуть откатился назад поменяли траекторию что-то там снизу скрижетала не знаю задели но визуально вроде бы бампер все целого с этой стороны мне кажется что то было нет смотрите все весь пластик на месте шины вот здесь видно вмятины от камней вот они вот они вот они вот они стойка держат general grabber at 3 general grabber кстати входит в концерн continental поэтому качество проверенное годами continental более 150 лет занимается производством шин так что доверяйте лучшим уф самое сложное место было мы проехали его это жесть третье препятствие легче чем предыдущее испытание поэтому буду ехать в обычном режиме хотя тут тоже очень много камней есть несколько диагональных вывешиваний и хороший перепад высоты первое диагональное вывешивание и крайне удивительный результат разгруженные колеса активно пульсуют вплоть до дыма из-за трения о скальную породу аналогичное поведение на этом же месте было у нескольких Nissan Pathfinder беспомощная пробуксовка раскидывая камни стоя на месте активирую режим бездорожья подача газа и автомобиль будто подменили никакой пробуксовки а только уверенное движение вперед до момента когда обороты почти 3000 но тут дело стоит на месте на месте откатываюсь немного назад чтобы изменить траекторию и выхожу посмотреть направление движения как выяснилось каменная ступенька стала причиной почему ту дело не могла ехать дальше еще откатываюсь назад и добавив немного хода перескакивая с камень на камень джили завершает проезд этого от них непростого участка еще раз подтверждая насколько сильно меняет поведение машины внедорожный режим а поэтому можно с полной уверенностью сказать что тугела сумела ну что ж друзья мы проехали три препятствия осталось финальное и одно из самых сложных затяжной песчаный подъем сложность его в том что песок очень рыхлый подъем после середины становится еще круче именно там где у автомобилей уже не хватает мощности и как правило машины застревать здесь 2 литра турбо бензин 238 лошадиных сил автоматическая коробка передач шины General Grabber AT3 буду ехать в спортивном режиме коробка в положении драйв поднимаемся и летим прямо к вершине сможет ли тугела покорить это препятствие или нет сейчас мы с вами узнаем активирован режим спорт коробка в положении драйв умеренный разгон так как сразу после старта есть неровности от чего тугеллу хорошо так раскачивает из стороны в сторону а дальше газ пласт хороший темп на протяжении первой половины подъема даже на участке где подъем становится круче и большинство машин застревает тугела не собирается сдаваться и уверенно едет вперед учитывая как легко джили проехала всю дистанцию конечно же автомобиль благополучно завершил покорение этого подъема но при этом опять будут говорить что это реклама но друзья вы сами все видели вот мы на вершине доехали до самого верха вот такой вид отсюда открывается вон река вон у вас который тоже ехал здесь рядом вот так вот обычный кроссовер джили тугела но опять-таки благодаря мощному двигателю с хорошим запасом по крутящему моменту в режиме спорт коробка в драйв не стравливая шины поднялся сюда на вершину на этот огромный затяжной песчаный подъем а теперь чтобы развеять сомнения самых матерых скептиков я спускаюсь вниз и сделаю еще один подъем вдруг предыдущий заезд это просто удачное стечение обстоятельств старт с той же позиции как и в предыдущем заезде показываю вид глазами водителя без смены кадра и без склеек чтобы потом не говорили что это все монтаж и подстроено для рекламы активирован спортивный режим коробка в положении драйв пользуясь случаем хочу сказать про пиктограмму системы давления в шинах все дело в том что на незаводских колесных дисках нет датчиков давления в шинах поэтому система ругается на них отсутствие давление в шинах мы не травили и едем в том же состоянии как это было на всех предыдущих препятствиях второй заезд чтобы прям было наверняка вот мы поднимаемся на вершину доезжаем до самого верха победный дрифт на самой вершине да подвеску пробивает конечно но здесь такие условия все таки это обычный кроссовер не предназначенный для такой эксплуатации но вот мы наверху вон там внизу весь подъем камера от тряски даже смотрите все отвалилось сейчас подъедем поближе вот подъем не останавливая запись ну что ж друзья вон от жили тугелла 2 литра турбо коробка автомат в режиме драйв спорт режим автомобиль на вершине единым цельным кадром тугелла сумела друзья это первый кроссовер который смог проехать всю полосу препятствий на маршруте скальные ворота я напомню что до этого были только внедорожники при этом здесь нет никаких блокировок нет пониженной это просто кроссовер с великолепно как мы выяснили с вами работающим полным приводом и дорожного просвета хватает для того чтобы преодолевать достаточно сложные препятствия да не обошлось без потерь это вот маленькая царапина вот здесь на бампере и на этом все хотя препятствия были реально сложные и не всякий внедорожник смог справиться с этими испытаниями без проблем постоянные зрители наверняка вспомнят Nissan Pathfinder который мучился преодолевая серию этих препятствий да ну а на сегодняшний день по состоянию на конец октября 2023 года Джилли Тугелла самостоятельно без помощи без эвакуации проехала все четыре испытания если вы думаете что это реклама и мы все это подстроили приезжайте на вашем японском, корейском, европейском кроссовере и покажите что ваша машина сможет сделать то же самое уверен что машины с двигателем 2.2.5 атмосферными двигателями не смогут пройти эту полосу препятствий ввиду отсутствия достаточного количества крутящего момента здесь двигатель 2 литра turbo бензин и по мощности он эквивалентен атмосферному 3.5 что большая редкость в этом классе кроссоверов так что рекорд Тугеллы кажется задержится надолго забыл сказать что отличный результат был достигнут не без участия шин General Grabber AT3 хорошая AT с крепкой боковиной как мы выяснили потому что сегодня было очень много камней шины не подвели я напомню что General Tire входит в концерн Continental ну а Continental уже более 150 лет занимается разработкой шин и постоянно занимает лидирующие позиции в независимых сравнительных тестах и модель General Grabber AT3 скорее всего я поставлю на свой новый внедорожник а вот такой именно внедорожник вы узнаете в одном из следующих видео а на этом у меня все с вами был Диас до встречи в новом видео Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok